В Бердске уже несколько дней горит полигон ТБО. Проблема эта не новая, повторяется из года в год. Но решения до сих пор нет. Власти намерены взять ситуацию под контроль. Особое внимание в преддверии празднования Дня Победы уделяют и благоустройству города. Работы по аварийному ремонту дорог посредством горячего асфальта нами завершены. Отремонтировано 29 дорог, 2679 квадратных метров дорожного полотна было отремонтировано. Текущий ремонт ямочной продолжается. Продолжается работа по восстановлению дороги, проходящей внутри садачных обществ Майской, Орбита, к детским лагерям Кировской и Орбита. Автобусы по этим направлениям запустят после того, как дорожное полотно будет соответствовать нормативам. Директор Бердского автотранспортного предприятия обратилась к горожанам с просьбой быть внимательнее при посадке и высадке из общественного транспорта. Поводом послужил случай с маленькой девочкой, которая пострадала в одном из городских автобусов. Ребенку зажало ногу в дверях. Убедительная просьба к родителям. Будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. И еще просьба. Если случается какое-либо происшествие с участием пассажирского муниципального транспорта, огромная просьба не покидать место происшествия и вызывать и скорую, и сотрудников ГИБДД с места ДТП. В планах у города строительство дороги в микрорайоне Белокаменный. К работам приступят после проведения аукционов. Первый аукцион – это у нас строительство автомобильной дороги Белокаменной на 14 миллионов 100 тысяч рублей. Аукцион состоится 20 мая. Ну и заключен ориентировочно контракт. До 10 июня приступим к работам. Руководитель отдела культуры рассказала о программе праздничных мероприятий в честь Дня Победы. 9 мая открывается построением бессмертного полка на площади Горького. Построение начинается в 10.30. В 11 часов бессмертный полк начинает шествовать по улице Ленина, на улицу Спортивная и на Мемориал Славы. В 12 часов на Мемориале Славы начинается час памяти. После его завершения отдел по делам молодежи всем представит реконструкцию военных событий в Лагу за Мемориалом Славы. Затем мероприятия переместятся на площадь Горького и на площадь у Дворца культуры Родина. Праздничная программа завершится салютом в 22.00. Праздничная программа завершается салютом в 12.00.